Слышь, Ведька, который раз ты здесь проходишь и никогда со мной не здороваешься? Можно подумать, я каждый день встречаю говорящих котов, которые понимают мой язык. Да весь дом знает, что я умею разговаривать, наверное, только ты не в курсе и твои родаки. Да я его с подъезда постоянно тусую, потому что мне жить негде. Хозяева из дома выгнали за то, что я их в любимый коврик царапал. Слушай, а гой ко мне в коту, я тебя вкусно накормлю. Да, меня твои родаки не пустят. Они пустят так вместе куда-нибудь рванем. Не поняла, что это у нас кошачьим лотком пахнет? Федька, а это ты кота в дом притащил? А чё, друзей у него нема, пускай хоть кот будет. Ну конечно, а как срач убирать, так маме. Дорогие батя и маман, короче, я уезжаю в деревню, потому что вы не выносите домашних животных. Здорово, пацаны, а у вас бухлишка нету? Носитель, Блох, отвали, мы сами бомжу им только приехали, даже не знаем где жить. Да чё ты на него наехал, втроём будет веселей. Ничего страшного, потерпишь его, Блох. Могу вам показать свободную хату. Эй, ты курица-насветка, а ну отдай мою копейку. Я за неё трудился целый год. Господи, чуть инфаркт у меня не случился из-за этого крокодила. Отдай мою копейку. А его вообще на суп пустить. Дядя почтальон, если у вас плохое настроение, нехрен срываться на других. А чё вы там везёте? Не твоего ума дела, что мы там везём. Господи, надоелось странную посуду протирать. А чё делать, сын из рабства убежал. Тем более ты сама не хотела терпеть его в своём доме. Да, не хотела, но нахрена мы ему карманный день едаём каждый день. Мы тут бомжуем, курку хлеба себе не можем купить, а он там со своим зоопарком. Блин, нахрена мы вообще этого попухая взяли? Надо чё-нибудь придумать, пускай разговаривать учится. Скажи, иди к чёрту на куличики, на куличики, на куличики. Тук-тук-тук. По башке себе постучи. Я бумагу бесплатную сдаю в туалет. Тук. Иди к чёрту. Да я вам бумагу туалетную принёс, меня просили. Пошёл к чёрту. Да задолбал. Сколько можно болтать? Открывай дверь, пока не выломал. Я из-за вас срать захотел. Хочу к вам в туалет. Можно к вам? Иди к чёрту. Так, разыскивается рыжеволосый додик небольшого роста, который живёт с дворовым котом. Есть вероятность, что стоит на паперте, так как в деревне у него никого нету. Ой, Федька, пошли этого недоделанного почтальона закопаем и никаких улик не оставим. Эээ, вы куда? Собрались меня закапывать? Ещё и без моего ведома. Ням-ням-ням-ням. Батя Маман, не нужно меня разыскивать. Живу с котом и собакой. Это... Ёброси-то. Стой, полоценца хоть не сжирай. Чем я задницу вытирать буду? Так, чё он тут за рэп пишет? Ну, сейчас мы чё-нибудь напишем. А-а-а. А-а-а, Дени, она же все полоценца сожрала. Хоть одну осталось. Спасать надо. Чё они тут пишут? Батя Маман, живу шикарно. На ваше бабло. Пропиваю не так много, как вы думаете. Живу в избушке на курьих ножках. С котом и дворовой собакой. На неделе обещали кастрировать. Если не перестану шлэндать за собаками. А-а-а, на шатырь срочно! О лосах. Накопилось столько блох. Не знаю, как вычесывать. Перестал стричь когти, потому что сами отваливаются. Стал питаться одной валерьянкой, так как нервы на исходе. Муж подыхает. Господи, наш сын превращается в животное. Скоро вместо речи будет гаукать. Надо забирать его нахрен оттуда. Здорово. За небольшое вознаграждение могу сказать, где ваш сын обитает. А это Федька из-за тебя запристудился. А при чём это я? При чём, при чём? Ты же ему холодную наливку с холодильника налил? Тук-тук. По башке себя постучите. Что-то часто у нас алкоголики стали ходить. Бар для водки сегодня закрыт. Никого не принимаем. Уходите. Откройте. Это, наверное, мои батя и маман ломятся. Они ж не уйдут, пока меня не увидят. А я же говорил, что они тут тихоря бухают. Ещё корову спёрли, чтобы наливку из молока делать. Ах ты, шестёрка, а ну, вали отсюда. Э-э-э, подождите, подождите, не уезжайте. Заберите этого удода. Он надоел по ночам чирикать. А нам он нахрена. Всё, хватит фигнёй страдать. Только я в этом доме зарабатываю деньги. Один работу уже которых год не может себе найти. Ну, по крайней мере, ищу. Другой целыми днями со своей канарейкой журналы разглядываю. Всё, сегодня я уволилась с блошиного рынка. Ты чё, больная? А на какой хер мы жрать будем? Да мне пофиг, чем вы будете питаться. Я поехала отдыхать. Я заслужила этот отдых. А у тебя деньги есть на поездку? Найду. Продам свои платья на Авито. Вот это на Алиэкспресс. А вот это на Азоне, может быть. Слышь, куда-то мелкий шкет пропал. Может, он на паперть пошёл. Узнал, что у нас денег нет. Эй, батя, маман, я поехал кором хвасты крутить в простоквашина. То есть как это кором хвасты крутить? А нахрена мы тебе высшее образование давали? Чтоб ты в деревне жил и кором занимался. Капец какой-то. Отец, собирайся, а поедем без этого говнюка. Тук-тук. Чего надо? Когда за хату будем платить, уже второй месяц не платите. Совсем страх потеряли. Не знаю, денег нема. За эту хату должен пацан платить. Так он у нас в городе теперь. Ура! Дядя Федя приехал. Слава богу. Теперь хоть оплатит нам хату. А то сказали, на улицу выгонят. Шурик, тебе не стыдно? Мы и так в долгах. Ты опять в долг взял? Жена, давай свернем удочки и поедем за сыном. Пускай он там со своим зоопарком сам самостоятельности учится. Эй, пацаны, просыпайтесь, у нас корова растолстела. Ой, слава богу, хоть в соседнюю деревню не надо ездить. Мясо покупать у нас теперь свое будет. А что с мелким будем делать? Да подождем, когда вырастет, потом сожрем. Продолжение следует.